Я снова приветствую всех, друзья, на канале команды Taurus Gaming Revival. У микрофона сегодня Gray Fox, и, как видите, я продолжаю страдать и читаю визуальную новеллу Хатопу в Boyfriends. Да, я вместе с этими нашими голубками всё ещё пытаюсь разобраться в том, что за чертовщина здесь происходит, говоря его в голубиной школе. Ах, вчера я читал практически 4 часа подряд, и этот истинный рут всё ещё не закончился. Он просто выносит мой мозг, и он такой длинный, что я просто... Ах, я не знаю, они решили побить рекорд Эва Севентин и сделать истинный рут длиннее, чем вся новелла до этого или что. Но, тем не менее, вроде как события близятся всё-таки к развязке. Уже 6 часов у них по этому внутриигровому времени. А времени у них до снятия купола было до 10 вечера, вроде бы им давалось время. Так что... Это сколько прошло? 6... 8, да. Короче, всё, что я прочитал, заняло всего лишь 8 часов внутриигрового времени. Ещё 4 часа. Неужели это будет ещё на пару серий? Ладно. Значит, мы оказываемся в подсобке. Юя помер, я так понимаю, от отравленного скальпеля. А Риота и Сакуя пришли к этому попугайчику Уанну за последними наставлениями. С этим куполом я потерял счёт времени, но всё же, всё же уже вечер. В подсобке душно. Доктор сказал, что будет встать глубоко под землёй. Разве у этого строения есть подвал? Нет, подвал есть у соседнего корпуса, идиот. Вы ж там были. Тогда его точно нет на официальных чертежах. Но может... Под медицинским центром? Но там бетонная стена. Думаю, что центр не стоит сам по себе. Должен быть вход из одного подвала в другой. Может быть, ты что-то пропустил? Пропустил? Или забыл? Все постоянно об этом говорят. Ты что-то пропустил, ты что-то забыл. А где же я не искал? Ну... Где ты не искал? Да мало ли, много где. Оу! Точно! Энциклопедия из библиотеки центра. И хронология записей центра. Нужно снова поговорить с Нагеки. Ты что-то придумал? Да, но нужна проверка. Сакуэ. Сакуэ, похоже, в депрессии. Он молчал с того происшествия в медпункте. Не могу его винить. Знаю, что ему сейчас худо. Лучше пока его не трогать. Привет, Нагеки. Что ты нам поведаешь? Я знаю. А вот это что за хрень? Это Рин, да? Это Рин? Меня это тоже беспокоит. Опять ты где-то там. Но где? Нагеки. Вот ты где. Что такое? Я много чего узнал о школе и... Тебе. Понятно. Полагаю, теперь ты знаешь, кто я такой? Ну, типа того, но... А ты тоже, что ли, вспомнил как раз? Мне нужно тебя кое о чем спросить. Поэтому я и пришел. Как связано с учившейся пять лет назад и Купол? Нагеки должен знать пару школьных секретов. Ты... Уже не тут, да? Можно и так сказать. Или нет. Я видел школьные архивы. Так написано, что ты... Умер пять лет назад во время несчастного случая в медицинском центре. Я в курсе. Я остановил время для себя тут. Поэтому я и не выхожу отсюда. Ты остановил? Рассказать по-другому? Я сам себя убил. Я почти в этом уверен. Так ты не умер из-за несчастного случая? Он опустил голову и замолчал. Похоже, он не может вспомнить ничего до его смерти. Мне нужны подсказки. Под медицинским центром должен быть подвал. Мне нужно туда попасть. А, точно. Энциклопедия. Энциклопедия? Ты ходил в центр, так? Это ты... Это ты подменил тома. Зачем? Ну, тебе лучше знать зачем. Вот это-то мне и нужно знать. Думаю, нужно ему сказать. Смотри. Ты же в курсе, что энциклопедии в этой библиотеке стоят не по порядку? Тут два девятых тома и нет шестого. В центре тоже есть такие энциклопедии? Да, два шестых тома и ни одного девятого. Как неряшливо. Ну, да, в общем, один из шестых томов из этой библиотеки кто-то его туда принес. И подменил. Хм. Мистер Ковара. Попробуйте прочесть эту копию девятого. Но там на вид тысячи слов. Эм. Как-то странно. Когда закрыта... Это обычная книга, но... О, это коробка! Да ладно! Ты мог бы попробовать ее открыть пораньше. Ха-ха-ха. Она полна документов. Но что это за документы? Они пятилетней давности. Это же... Что там написано? А, вот тут. Посмотрим. И-и-и-и-и... Операция Милый. Тут говорится о использовании птиц как переносчиков биологического оружия. Для борьбы с людьми. Название такое же, как и в кабинете директора. Но я не ожидал такого. Какого? То есть школу использовали в качестве плацдарма для разработки химического оружия? Че за насик? То есть у вас школа полная голубей, и один единственный человек здесь учился. И вы что, проверяли как человека можно заразить этим вирусом? Или что? Было бы логичнее наоборот, если бы один голубей, зараженный вирусом, учился в школе с людьми. Господи, о чем я говорю? Логичнее было. Тем не менее. 2180-й. Выведен новый штамм вируса Суматера. 2183-й. Новый штамм выведен с помощью тела Фуджиширо Нагеки. Смертелен для человека. Название вирус Харон. Находится под изучением в Сейнт Пиджонейшнс. Вот оно что. Вирус Харон. Люди, которых я встречал. Сразу начинали слабеть. Ты что-то вспоминаешь? Да. Похоже на то. Думаю, это я принес сюда этот том. Те птицы в центре постоянно что-то писали в читальном зале. Я хотел кому-нибудь рассказать. Рассказать, что же происходит в центре. Кому же? Семье? Должно быть, в моей семье. Да. Я сгорел. Я должен был исчезнуть. Бедняга. Видно, он... Решил сжечь эту чертову лабораторию и себя заодно с ней. Чтобы не разносить этот смертельный вирус по миру. Почему я не заметил? Я помог тебе понять? Он бегает кругами и бормочет себе под нос. Если ты что-нибудь понял, то помоги мне понять. Я вспомнил. Я вспомнил, что произошло пять лет назад. Я не помню своих родителей. До пяти лет я жил в детском доме, насколько я помню. Раньше я об этом не задумывался, но похоже, что все те сироты потеряли родителей на войне. Но я не был озлоблен на людей, начавших войну. Мне было все равно. Я думал, что жить с другими цыплятами, без родителей, и в порядке вещей, и с цыплятами. С другими птенцами, наверное. А ты же там ни в курятнике жил. Или ты кто у нас по национальности, так сказать? Однажды все изменилось. Люди ворвались в детский дом. Они были вооружены и постоянно кричали. Освободите человечество! Освободите человечество! Думаю, именно поэтому и началась эта война. Они забаррикадировались в приюте и убивали нас по одному. Я ничего не мог с этим поделать. Я сидел и плакал в углу, наблюдая за убийством моих близких. Я не знаю, скольких они убили, пока не пришла подмога. Когда я открыл глаза, стояла тишина, и они все были мертвы. Птицы нас спасли. Они пришли и убили злых людей. Как я думал. Но... Ты обгадаешь огромной силой. Ты один из немногих избранных. Я покинул приют с оставшимися в живых, и мы стали жить в квартире. Ха-ха-ха. Да ладно. Я был слаб, не мог работать. Или ходить в школу. Я был обузой. А затем я получил приглашение. Мы хотим пригласить вас на прохождение специального курса лечения. Хотите ли вы учиться в самой престижной голубиной школе мира? Мы все предоставим. Все, что угодно. У нас есть больница. Мы оборудуем вам комнату. Прямо это. А, я могу местное, да? Приглашали птичек-инвалидов туда. Типа, у нас есть школа, у нас есть медицинский центр. А потом... Вот как оно все получилось. За вами будут наблюдать и ухаживать. Но я жил с братом. Я не хотел оставлять его одного. Но, если я продолжу такое существование, то только обременю его. Он был рад, когда узнал, что мне выпал шанс подлечиться. Итак, я поступил в Saints и Джонейшнс. Я был все еще слаб. Много времени проводил в своей комнате. И мне было грустно. Все медсестры и персонал хорошо относились ко мне. А затем, во время первых летних каникул, доктор сделал мне предложение. Каникулы самое лучшее время. Хочешь ли ты пройти интенсивный курс лечения? Придется много времени проводить на процедурах, но в конце лета ты будешь здоровым. Таким же, как и остальные птицы в школе. Это тот же доктор Буда. Так я начал летний интенсив. Сначала меня много осматривали и снимали физические показатели. А затем начались эксперименты. Эксперименты по убийству людей. Ко мне приводили человека. Они вырывались и хватали ртом воздух. А затем, после минуты агонии, затихали навсегда. Я знал, зачем меня сюда пригласили. В моем теле находился вирус, смертельный для людей. И я не могла. Я не знал своих родителей. Их убили люди. Все в приюте потеряли родителей из-за войны с людьми. А я убивал людей. Каждый эксперимент. Мы просто находились в одной комнате. Дышали одним воздухом. И они умирали. Я не мог этого вынести. Не было причин ненавидеть их. Ну, вообще-то у тебя были, если они убили твоих родителей. Ну, да ладно. Может, ты такой благородный птиц. Каждый раз, когда новый человек умирал у меня на глазах, мое сердце твердело, как камень. И тогда я решил с этим покончить. У меня было всего одно желание. Я хотел. Я хотел исчезнуть из этого мира. Без следа. Вирус Харон. Смертельный гость, поселившийся в моем теле. Так они его называли. Мы мудрено, что они хотели уничтожить человечество с помощью него. В этом и был смысл операции, милый. Ну, да. Именно поэтому я... Поэтому я устроил пожар. Все должно было сгореть, но... Меня... Здесь нет. Но, возможно, просто предположение, что что-то... Что что-то все же осталось где-то. И я могу чувствовать его рядом. Мой... Мистер Ковара. Вы пойдете в подвал? Выбора нет. Выбраться оттуда же вы могут знать, зачем они убили ее. Убили Рин. Я должен спросить доктора. Понимаю. Это энциклопедия. Там есть еще... Там есть еще что-нибудь внутри. О! Кусок бумаги, спрятанный между страницами. Это... Кварта медицинского центра. Когда я был там, я прошел через медицинский центр. Он должен где-то соединяться с главным корпусом. Ну, вот тут спортивный зал. А эти ступени... Думаю, это комната... Комната для... Препара... Эээ... Что? Думаю, это комната препараторская. Ученые часто бывали там. Доктор. Под этой комнатой. Спасибо, Нагики. Мне нужно идти. Хорошо. Думаю, мы... Скоро... Скоро... Снова встретимся. И... То есть... Он... Не привидение. И... Место сока будет там. То есть... Господи, уже седьмой класс Как на конец он же Ладно, я не понял Типа, Нагики был носителем вируса Он устроил пожар, чтобы все исчезло Но От него что-то осталось Ну, типа, может быть, он там лежит О, господи, боже Ай-яй-яй-яй Я понял Нет, если действительно так окажется Ай, какой же это паньян, господи, боже То есть, от него там кое-что осталось А это его сознание тут бродит Наверху, по школе Ой, блин Ладно, кто понял, о чем я говорю Там в Сталке Лайк, короче Я не буду Не буду скальдерить Лестничный пролет Препараторской Никогда не замечал Интересно, где же он Если доктор и Чучу спустились вниз То он должен быть довольно заметным Нужно пойти поискать Уже 7 вечера У нас осталось 3 часа до атаки кровожадных людей Мы точно не знаем Если в подвале запасной выход Но это все, что у нас есть Может быть, мы приведем сюда птиц из зала И они помогут нам найти лестницу Я об этом позабочусь Мистер Леон Я позабочусь об остальных студентах Не переживайте Меня же не просто так называют Солидный агент Что? Солидный агент? Хорошо, спасибо, мистер Ван А вы с ним не пойдете, сэр? Я пойду с вами, Ковара Никогда не знаешь, что может произойти? Спасибо, сэр Ты только там не вздумай погибнуть, как Кьюя А то все вымрут, останутся Токариота и Сакуя Пожалуйста Я же ваш учитель Ты так старался, расследуй это дело Я хочу быть рядом, если потребуется помощь А ты, Сакуя Пока идите сами Я догоню Ладно, хорошо Мы же выберемся отсюда вместе, да? Слишком много всего произошло сегодня со мной Сакуи Не знаю, что он задумал Он не собирается мне говорить, но Если он хочет остаться один Видимо, ему так лучше всего Тогда Пойдем вдвоем, мистер Наноки Если что-то случится Один из нас сможет вернуться и предупредить остальных Это в лучшем случае, ребята Может случиться что-нибудь такое, что никто не вернется Понял Начать операцию проникновения Не так быстро Черт тебя принес Ангел? Что ему еще надо? У нас нет времени на его чепуху Таксторис и мелодия Фунус Ты направляешься в бездну отчаяния А не так ли? А... В бездну отчаяния? Ну, вроде того, да Я чувствую демонические споры Больше силы, чем те Которые распространяют Дерево болезней Я не допущу, чтобы ты Предстал перед темным колдуном Больштейном один А мы вдвоем идем Успокойся Больштейн это Доптон, да? Ладно Мы идем за тобой, Больштейн Ангел, погоди Нужно быть осторожными Погоди Он воодушевлен Вперед А, ну, все-таки Этого психа мы берем с собой Я уже боялся Он опять начнет драться с Риотой Думаю, я тут впервые И довольно мило У тебя странное Представление о том, что такое мило По-моему, это какой-то Странный Архив Совсем не милый Хм, да Не шибко славное место Но Обставлено со вкусом Тут полно демонических спор Хорошие птицы обычно сторонятся их Как думаете, где искать, сэр? Потайную дверь Ну, я тут не частый гость Хм Чувствуешь сквозняк? Сквозняк? Тут нет окон Должно быть Тянет из подвала Тише, мой багряный зверь Нужно держать себе в руках А не то песня рока Врата Эребуса Открой Передо мной бездну Стой, ангел Успокойся, ты не можешь Тише Или может А, так вот оно где Все это время скрывалось за зеркалом Он Он умнее, чем кажется Только если не несет чушь Пойдем, текстурис Мелодия Фунос Повелитель бедны ждет нас внизу Вниз идет длинный темный летничный пролет Как глубоко нам придется спускаться Подвал должен быть довольно большим Вход больше похож на туннель метро Пойдемте Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Данная лаборатория была построена для разработки методов убийства людей. Она открылась в один день со школой. Ни я, ни Рин. Вообще никто не знал. Мы радовались жизни, пока тут происходили ужасные вещи. Никого нет. Наверное, закрыто. Да, тут убрано и все на своих местах, но... Не думаю, что тут все еще ведутся исследования. Пять лет назад внизу произошел пожар, с тех пор здание опечатали. Полагаю, они заморозили все свои научные изыскания, какие бы они ни были. Эй, ангел. Как думаешь, где искать доктора? Что это может... Мой бодряный зверь мурчит. Мурчит зверь у него. Полуночный охотник приближается. О, о господи. Опять этот чудо-юдо. Ты-то и не мог раньше сказать. А вы что, не увидели его, что ли? Тут вроде коридор ровный в оба направления. О боже, мимо него не проскользнуть. Мы не пройдем к Вальштейну без боя с его зловещим слугой. Только в бой. Но до этого мы только бегали от него. Как же нам? Тю-тю-тю-тю. Какой зловещий звук. Тю-тю. Мы не можем просто убежать. У тебя есть что-то напоминающее оружие? Напоминающее. Оружие? У меня есть шокер, который дал мне мистер Леон. Сработает ли он на чучеле? Ну, если там деревянные детали, то нет. А вот на металлических может сработать. Может быть. Он... Оно выглядит как живое существо. Так что, полагаю, немного заденет. Полуночный охотник, я сила, пришедшая из темной пустоты. Мы должны осветить его святой водой. Сбегай, принеси святой водички, пожалуйста. О, да. Отличная идея. Что? Что он только что сказал вообще? На стене висит пожарный шланг. Эти все верно рассчитать? Мистер Нанаке рванул к стене и взял шланг. Конечно. Обнуть водичкой, чтобы короткое замыкание было. Готов. Он направил шланг на чучело и открыл вентиль. Ранкел, сэр, назад! Я выставил шокер на максимум и выстрелил в чучело. Это что за шокер такой, который еще и стреляет? Я думал, такая палка, которая делает. Хотя у них там 2183-й, 7-й год. Да, 2187-й год у них там. Может у них там стреляющая шокер? Оно упало и издал неприятный звук. Его наэлектризованная рука дернулась и обнарла. У нас получилось. Электричество сильная штука. Грозовой голос рока да пребудет правосудие. Прощайте, мистер чучело. Навсегда. Кто это, Сакуя? Ужас. Что я тут делаю? Для Либель сомнение есть непозволительная роскошь. Нет. У меня даже больше нет права требовать неприкосновенности. Юля. Глупец. Нет, это я, дурак. Меня пестовали с самого рождения, пока он жил в моей тени. С грузом преступления на плечах, о котором только он и знал. Я был эгоист. Эгоистичен и самонадеян. Что мне делать, Юля? Иди помогай своим товарищам. О. Курлы, курлы. Это Сакуя. Сакуя здесь. Уйди, старушка, я в печали. Ты никому здесь не нужен. Курлы. Все убегают. Великий побег. Курлы, курлы. И Сакуя. Найдет Риоту и Ака-сана. Бежим же. Вот. Ака-сан уже здесь. Заткнись и не разговаривай со мной. Выродок. Курлы. Сакуя плачет. Нет. Это всего лишь дождь. Ёстанец. Я где-то видел эту фразу совсем недавно. Курлы, курлы. Сакуя больно. Плохо. Нужно что-то делать. Ака-сан использовал лечебное прикосновение. Да чтоб тебя, ты поехавшись такой же, как ангел. Я повторюсь. Ака-сан знает. Ака-сан слышал, что Юя куда-то убежал. Далеко-далеко. Мы его больше не увидим. Значит, они тебе сказали. Курлы, не бойся. Если мы не сможем, если мы не сможем больше его встретить, то нужно бежать за ним. Ну, как бы, я еще пожить хотел. Не надо провоцировать на суицид. Ты вообще понимаешь, о чем говоришь? Вот именно. Смерть не самая лучшая в жизни. Естественно, голуби старого поколения не имеют представления о смерти. Бежать за ним в могилу? Да кто захочет? Курлы, ака-сан знает. Земля шар. Если бежать довольно быстро, мы его нагоним. Какой он глупый. Я не могу больше разговаривать с выродками. Хотя я и сам такой. Глупые выродки не замечают даже свои собственные ошибки. Око-сан не выродок. Сакуя, Юя и Око-сан. Все сами по себе хороши. Именно важнее происхождение. И ты так считаешь? Ты даже... Ты тот кто-то есть. Не дай им сломить тебя. Я... Тот кто я есть? Курлы, курлы. Пора идти. Ака-сан и друг опаздывают. А давайте скорее. Пора выбираться отсюда и искать Юю. Око-как обычно ведет себя очень энергично. И он... Такой же, как я. И как они. Мы больше не встретимся. И не важно, как быстро я буду бежать. Но... Если бы он был здесь. Что бы он сделал? Что бы он хотел от меня? В любом случае, сидеть на месте и рядать не выход. Еще два часа. И я буду его преследовать. Я не догоню его. Зато и найду себя. Давай, Око. Нас тут... Больше ничего не держит. Такой крут. Когда крутой. За Риотой летим-летим. Ой, кошмар. Воздух. Воздух полнится демоническими спорами. Я чую, что колдун недалеко. Ну, не шибко хочу полагаться на интуицию Ангела. Но это уже помогало в прошлом. Ну да. Может он каким-то образом чувствует доктора. Над ним же тоже проводили какие-то эксперименты, я так понимаю. По развитию его галлюциногенных способностей. Он что, их правда доктора чует? Или же он просто так выражается? Тут везде новое оборудование. И бумага с записями новая. Может быть тут еще ведутся исследования. Тут книга записей на столе. Открытая. Может это список студентов. Смотри, тут и твое имя, Анхел. Темный гримор. Предвестник неминуемой трагедии. Тут заметки про студентов. Про фигурия написано. Он может действовать как нейропроводник, когда возбужден. Похоже, что его тело выделяет галлюциногенные споры. Физические усилия способствуют выделению. Вот это да. В архиве было об этом написано. Это все-таки было про Анхела. Точно. В связи с этим окружающие временно теряют над собой контроль. Они не могут выполнять базовых действий. И видят страшные глюки в стиле JRPG. Я не позволю... Колдуна... Сделать меня слугой. Я есть багряный ангел из Зудеки. Я одинок в своих скитаниях. Не знаю, что он такое несет. Но выглядит он при этом на удивление героически. Похоже, что все студенты в школе имеют какое-то физическое отклонение. Ядрен Батон! Ну вот что тут за школа такая? Хотя... Дайте подумать. Ну, а Юя, а Сакуя? Они вроде нормальные были. Ладно, Ука-сан поехавший. Эээ... Ха-ха-ха. Ладно, а Ука-сан это отдельный этап. Ангел со своими галлюцинациями. Нагеки был, который... Вирусом заражен. Ну, эти двое нормальные. И Риота нормальные. Вот трое. И Лин нормальная была. Ну, относительно. Не считая того, что на человек. Как бы получается... Четыре против трех. И вот... Казуаки плюс... И... И доктор. И доктор... Доктор нормальный, только в физическом плане, видимо. А так поехавший на всю голову. А как тебя пригласили в школу, Кавара? Как? Меня? Меня просто пригласили? Не знаю как. Хм... В твоей записи просто куча цифр. Интересно, есть ли объяснение, в какую фигуре? Риота тоже, значит? Нет. Черная мязно-рока приближается. Еще одна чучела. Мы приближаемся к вратам, бедные. Чувствую дует самарадный ветер. Ну, так идем. Доктор уже дождался. Мы можем повременить, Кавара. А в чем дело, сэр? Мы почти у цели, нужно. Сначала я хочу тебя кое о чем спросить, Кавара. Ты соврал, не так ли? Что? Что? Такая реакция. Соврал? Я? Не знаю почему, ты соврал об этом. Или же ты забыл? Хотя это случилось только вчера. Что? Вчера? После школы? Я же сказал Сакуе, что ничего не знаю. Нужно спросить у доктора. А, понимаю. Тогда пойдем, спросим у доктора. Мистер Нанаки идет за Анхелом по потайной комнате. Я пытаюсь узнать правду об убийстве все утро. Зачем мне лгать? Может быть, мистер Нанаки что-то не понял? Но все кажется таким простым. У Риоты тоже должны быть какие-то сверхспособности. Тут так темно и сыро. Совсем не так, как наверху. Должно быть, здесь начался пожар пять лет назад. Запах саджи бросается в нос. Даже с одного взгляда на стены. Нагики сгорел в море огня, чтобы покончить с экспериментами. Интересно, что же все-таки тут происходило? Если он решился на такое, или... Мистер Ковара, вы опоздали. Я уже заждался. А ну выходи, сволочь, толстая. Темный колдун Вальштейн! Доктор. Вам было недостаточно, Рин? Вы еще и директора убили. И если бы не вы, того парня бы не застрелили. Зачем вам все это? Мне повторится? Как я уже сказал, я лишь расчленил ее после убийства, но не убивал. Думаете, это что-то меняет? Кажется, вам нужна помощь. Я же уже говорил. У вас есть ответы на все вопросы. Так кто же убил ее? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Не слушай колдуна, текстуре Смелония Фунос, он тебя заколдует. Может быть, галерка, помолчи? Вот, за спиной слышен вязк, железная решетка преградила путь, как в логове темного колдуна, я в западне. О нет, мы в ловушке. Нет, темное заклинание. Она в настоящей решетке, а где-то тоже глюки. Что вы делаете? Все в порядке, они мне ни к чему. Я ждал вас, мистер Ковара. Ну давай, рассказывай, какие у меня суперспособности. Я могу там уничтожить мир или тебя хотя бы. Давайте же, вернемся к нашей беседе. Беседе о той правде, что вы ищете. Вы совершили жастнейшие поступки, доктор. Вы имеете отношение к медицинскому центру. Вы не сможете меня переубедить. Какой же вы? Но у вас проблемы с логикой. То, что я сделал, совершенно не связано с правдивостью моих слов. Я работал с самого начала. Думаю, вы уже поняли, что я работал и над операцией Милый. Операция Милый. План по полному уничтожению людей вирусом Харон. Именно. Мне всегда так радостно, когда студенты читают перед лекциями и приходят подготовленными. Вы превосходный пример. Штамм, выведенный из травичного носителя, был очень опасным. Возможно, самым опасным в истории человечества. Хотя настолько сильные вирусы сами по себе очень беззащитны. Харон был именно таким. Он не может выжить без носителя. Для распространения вируса нужно было внедрять живых носителей в общество для распространения его воздушно-капельным путем. Ну так это не проблема. Что тоже вызывало массу проблем. Да ладно. Хотя сам вирус безопасен для птиц, процесс внедрения довольно болезненный. У Джоширона Геки, первичный носитель, имел довольно специфическую иммунную систему. Только в его теле Харон мог спокойно развиваться. Но он отказался сотрудничать. Вы заставляли его убивать людей. Если бы не эти эксперименты, он бы не покончил с собой. Так и есть. Мы не брали в расчет то, что тесты со штаммом вируса настолько повредят его психику. Мы думали, что он будет рад отомстить человечеству, но... Все вышло по-другому. Мы потеряли опытный образец. С его смертью проект заморозили на неопределенное время. Но, к счастью, мы не потеряли его тело. Часть осталась. О, господи боже. Я так и думал. Нет, это же плагиат. Ну, почти плагиат. Я сохранил его останки до сегодняшнего дня. Я ждал нового носителя. Ах, ты твой. Ты хочешь Риоту заразить, да? Наверное, у него иммунная система такая же, как у Нагики. Не слишком ли много усилий ты вложил в этот проект? Разве не было другого выхода? Точно. Я немного заигрался, но всему есть причина. Недолго я придумал новый план. Всего лишь пришлось... Занизить иммунную систему подопытного образца до уровня Фаджушира Нагики. А, и поэтому ты что-то делал с Риотой, от чего у него желудок болел, да? Занизить иммунную систему? Ну, они же умрут. Вот именно. Даже если носитель в состоянии держать в себе вирус, то... Он может умереть от какого-нибудь другого заболевания. Именно поэтому я выбирал очень тщательно. Я работал с подопытным долгое время, постепенно занижая уровень его иммунной системы. Мне повезло, что я добился нужного результата. Всего за год. Вы... Выдающийся студент, мистер Ковара. Вы справились на отлично. На... Отлично? Голова раскалывается. Будто бы у меня в голове кто-то сидит и пытается выбраться наружу. Риота, все в порядке? Мистер Наноки сказал, что ты тут, поэтому мне важно справиться о твоем здоровье. Рин, пришла в медпункт. Ко мне. Вы уже близко, мы верим. Скоро вы все поймете. Так что вы забыли и не могли вспомнить? Все в тумане. Думаю, мой желудок опять сводит. Я выпил лекарство, которое доктор Ивамин дал мне и прилег. Тело тяжелое, как свинец. Риота, с тобой все в порядке? Да, все нормально. Мистер Наноки сказал, что ты тут, поэтому мне важно справиться о твоем здоровье. Рин наклоняется ко мне. Хочешь, пойдем домой? Я тебя провожу. Ее рука останавливается. Рин падает на колени, хватаясь за грудь. Твою мать. Дериота, я не могу дышать. Она не может дышать. Плохо это. Мама просила вернуться домой пораньше. Все так странно. Будто бы во сне. Мне нужно домой. До свидания, Рин. До завтра. Что? Хую-хую, да. Что? Как ты мог? До свидания, Рин. Ай, боже мой. Она падает мне на глазах. А затем... Эксперимент удался. Мистосака проявила классические симптомы заражения человека вирусом Харлан, а затем умерла. Я... Когда вирус проникает в человеческое тело, он почти моментально перекрывает дыхательные пути. Он вызывает перегруз иммунной системы, которая ведет кап... Капост... Ах... Что? Что? Капостол? Ведет капостол в легких. Ну, а если сказать проще... Любой человек, выходивший в контакт с носителем, умирает. Понимаете? Ты врешь, Рин. И я друзья с детства. Конечно. Я в другом штамм вируса только вчера. Все, что я делал после дня несколько лет, это всего лишь подготовка. Узнаете? Голова-чучело? Да, дело уже бесполезно, но... Давайте-ка я расскажу вам о номере 9, или как вы его называете, чучело. Это один из прототипов новых людей, разработанный голубиной партией. Но призванный, признанный этически недопустимым. Господи, у вас и голубиная партия занимается непотребствами. Создали какого-то тиборга. Прототип новых людей. Вы прям как этот... Базаров из Евгения Онегина. Из нового, я имею в виду. Не подумайте, что из поэмы. Мы, птицы, очень быстро продвинулись по эволюционной лестнице. Но наши физические способности остались на прежнем уровне. Это как бы компенсация. Серия «Новые люди» была бы одним из важных шагов в вопросе сожительства с людьми. С человеческой головой, вживленной в новое тело. Они были бы способнее и выносливее. Какого черта? Вас что, не устраивают обычные тела? Вам надо было сделать вот это железное... Хрен пойми что? Но, их не допустили до массового производства. Повторюсь, это этически недопустимо. Хотя я почтил память исследователей из партии и создал этот опытный образец. В качестве слуги. Я не хотел, чтобы люди прознали о моих планах. Ты хочешь, короче, чтобы... Когда купол откроют, люди сюда набежали, увидели Риоту и все поумирали. Ха-ха. А из них наделать вот этих вот зомби. Ахренеть просто. И поэтому я создал себе частную охрану. А теперь вопрос. Что внутри этого мешка? Человеческая голова. Нет, 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 нет. Почти, но нужно еще подумать. Полагаю, мы поставили голову в ваш класс. Но... Может вы заметили, будто бы что-то отсутствовало. Отсутствовало? Когда я нашел ее в коробке, я был так шокирован, что не присматривался. Может я что-то пропустил? Стойте. Не имеет ли он в виду... Ее мозг? Именно. Вы схватываете на лету. Вы и Мистосака довольно часто встречались сегодня. Конечно, когда я вставил ее в номер девять, она потеряла большую часть своей личности. Так она жива? Так она жива? Ее тела нет, остался только мозг. Можем ли мы считать ее живой? Живой, мертвой. Я запутался. Вы можете ее спасти? Плотный вопрос. Мы привыкли считать, что между жизнью и смертью есть осоздаемая граница. Но на самом деле это немного не так. Ее личность все еще существовала несколько минут назад. Но... Но вы поджарили ее на славу. И все же мозг подвергся необратимым изменениям. Современная медицина бессильна. Осталось только пожать плечами и вздохнуть. Вчера ее тело, сегодня мозг. А вы опасный злодей, мистер Тавара. Даже не ожидал. Рин, я убил тебя. Вот, подел. Что происходит вообще? А-а-а. Я молчу. Это все моя вина. Но зачем? А все было подстроено специально для вас. Директор, все казаки и я с номером 9 помогали вам все это время. Теперь вы близки к финалу. Я должен вам еще кое-что напомнить. Что вы инистосака сказали мне тогда давным-давно. Следуете за мной. Он протянул мне крыло. Что ждет меня? Рин умерла. И это я убью ее. Мне больше нечего терять. Вы покорный мистер Тавара. Стой, текстура с мелодией Афунас. Там много демонических спор. Ты не сможешь вернуться. Так и есть. Доктор точно сделает с тобой что-то ужасное, Аковара. Вернись. А куда? Я не... Так. Тут решетка. Спасибо, что приведи ко мне мистера Аковару. А теперь прощайте. О боже. Что? Плохо дело. Думаете, это отравляющий газ? Что это? Таинственный фантом. Предвестник удушья. Ты все так помпедно воспринимаешь, фигура. Ох, черт возьми. Я не знаю. Давайте я сейчас сделаю паузу. Если концовка все еще далеко, как бесконечность, то будет еще одна-две серии. Если же нет, то я приклею остальное сюда. Вот. На всякий случай напоминаю, что с вами был Грей Фокс. И всем удачи и всем пока.